Добро пожаловать на третий урок курса стратегического планирования от BC Designers. В этом уроке мы обсудим, как организация может сформулировать хорошую стратегию. Прежде всего, что такое стратегия? Интуитивно мы понимаем, что это своего рода план, который помогает решать сложные задачи и вести нашу организацию к желаемым результатам. В вводной части я упомянул книгу «Стратегическая сафари», где было представлено как минимум 10 различных подходов к стратегии. И если обобщить наиболее распространенные идеи о стратегии, мы получим следующие ключевые компоненты. Стратегия включает в себя анализ проблемы. Ответ на вопрос «Почему?». То есть стратегия включает в себя обоснование. Стратегия включает в себя гипотезу о решении проблемы. То есть идея о том, что мы собираемся делать с этой проблемой, с этой ситуацией. Наконец, хорошая стратегия объясняет, как именно мы собираемся это сделать. То есть хорошая стратегия включает в себя и план действий, сформулированный на основе анализа и предложенного решения. Еще одна важная мысль по поводу стратегии. Стратегия – это всегда гипотеза. Это не факт. Мы делаем все возможное, чтобы придумать некую стратегию, но нет гарантии, что эта стратегия сработает именно так, как ожидалось. Качество стратегии очень субъективно. Хорошая стратегия основана на глубоком анализе текущей ситуации и предлагает, с одной стороны, всесторонний план, с другой стороны, согласованный план. План для ответных действий. Что это значит? То есть это план, который учитывает разные точки зрения и предлагает решения, согласованные с друг другом или, другим словом, поддерживающими друг друга. Эти свойства стратегии открывают возможности для применения множества бизнес-инструментов или бизнес-фреймворков, которые помогают нам смотреть на стратегию с разных точек зрения и формулировать разнообразные стратегии. На сайте BAC Designer мы рассмотрели самые популярные инструменты стратегического планирования. Вы можете найти результаты этого обзора в статье «Сравнение моделей и фреймворков стратегического планирования». Помимо обзора фреймворков в общем, мы подробно проанализировали каждый из них. И самые популярные фреймворки также доступны в виде шаблонов в программе BAC Designer. Что это за бизнес-инструменты и какова их роль в стратегическом планировании? Давайте посмотрим на эту таблицу. В первой колонке мы перечислили различные инструменты, различные фреймворки. А в первом ряду вы найдете шаги стратегического планирования. Собственно, те шаги, которые мы обсуждаем в этом курсе. Как видите, у каждого из фреймворков есть своя область применения в контексте стратегического планирования. Например, таким фреймворком, как Balanced Scorecard, RKR или Hoshin-Kanri есть что предложить для всех этапов стратегического планирования. В то время как другие инструменты, такие как SWOT, VRIO или PESTEL, в основном сосредоточены на формулировании стратегии и частично на этапах описания стратегии. Все фреймворки, которые мы рассмотрели, повышают ценность процесса формулирования стратегии. Другими словами, все эти бизнес-инструменты помогают взглянуть на проблемы организации с разных точек зрения. Давайте сделаем быстрый обзор этих фреймворков и обсудим, как они могут помочь на этапе формулирования стратегии. Система сбалансированных показателей или Balanced Scorecard. Основным инструментом системы сбалансированных показателей по Кэплэну и Нортону является стратегическая карта с четырьмя перспективами. Как система сбалансированных показателей помогает сформулировать стратегию? Фреймворк предлагает следовать определенной логике. Нам необходимо определить финансовые результаты, которых мы хотим достичь или результаты для заинтересованных сторон. Затем мы определяем потребности клиентов, которые организация должна удовлетворить для достижения ранее установленных финансовых результатов. Во внутренней перспективе мы формулируем задачи, которые нам необходимо решить внутри компании для того, чтобы удовлетворить потребности клиентов, для того, чтобы достичь целей, которые мы определим в перспективе клиентов. Наконец, в перспективе обучения инфраструктура мы фокусируем усилия организации по обучению, а также обсуждаем ту инфраструктуру, которую необходимо внедрить для достижения вышестоящих целей. После того, как стратегия была сформулирована, этот фреймворк поможет нам ее подробно описать. Разместить цели на карте, определить причинно-следственные связи, согласовать с целями индикаторы действия и результата, определить планы действия. Сбалансированная система показателей – это одна из самых популярных платформ для дисциплины, которая называется исполнение стратегии. И BC Designer – инструмент, который мы будем использовать в практической части, поддерживает этот фреймворк изначально, собственно, был задуман для поддержки этого фреймворка. Чтобы начать работу с системой сбалансированных показателей, чтобы изучить побольше эту концепцию, я бы рекомендовал две статьи, ссылки на которых мы дадим в приватной зоне. Это «Преимущества и недостатки структуры Balancer Scorecard», фреймворка Balancer Scorecard. Там вы найдете общий обзор этого фреймворка. И вторая статья – это «Четыре перспективы сбалансированной системы показателей», где вы найдете уже более подробное руководство по этому бизнес-инструменту. Следующий фреймворк – фреймворк OKR. OKR расшифровывается как «Цели и ключевые результаты» – «Objectives and Key Results». Этот фреймворк подходит к формулированию стратегии менее формально, чем Balancer Scorecard. Он предлагает сосредоточиться на нескольких важных целях и лучше их определить с помощью индикаторов эффективности или, как их называют в рамках этого фреймворка, ключевых результатов. На первом этапе процесса OKR организации необходимо сформулировать стратегию. Это происходит путем ответа на несколько вопросов, подобных тем, которые мы обсуждали в начале этого урока. Вот эти вопросы. Что имеет значение? Где мы находимся сейчас? Куда мы хотим попасть? И как нам тут одобраться? Каковы глобальные и локальные цели? Каких результатов мы ожидаем от достижения цели? OKR – это отличный легковесный фреймворк для стратегического планирования с акцентом на шагах каскадирования и выполнения стратегии. В разделе с рекомендованными источниками я поделюсь ссылкой на статью, где мы подробно обсуждаем этот фреймворк. Следующий бизнес-инструмент – Hosing Canary. или Hosing Canary. Этот фреймворк предлагает водопадный подход к формулированию и описанию стратегии. Весь процесс визуализирован на диаграмме под названием X-матрица. Следуя идеям фреймворка, цели нужно определять по такой схеме. В первую очередь долгосрочные цели, потом годовые цели, поддерживающие долгосрочные. За ними следуют краткосрочные цели. В терапинологии фреймворка они называются приоритеты и действия. И, наконец, ключевые показатели эффективности. Подобно фреймворку Hosing Canary существует фреймворк под названием OGSM. Этот фреймворк предлагает несколько иные названия для компонент стратегии. Соответственно, это задачи, цели стратегии и измерения. Но в контексте формулирования стратегии этот фреймворк очень похож на Hosing Canary. Management by Objectives или управление по целям. Фреймворк управления по целям также известен под аббреватурой MBO. Был один из первых фреймворков для реализации стратегии. Да, он не такой всесторонний, как Balanced Scorecard или Hosing Canary, но на уровне реализации стратегии его простой подход в принципе добавляет ценность. А в контексте формулирования стратегии этот фреймворк вводит определенные критерии для хорошей цели. Согласно MBO, цели нужно упорядочить по их важности. цели должны быть количественными и реалистичными. Цели должны соответствовать политике организации и быть совместимыми друг с другом. Фреймворк три горизонта. Этот фреймворк от McKinsey решает проблемы планирования инноваций. В контексте формулирования стратегии этот инструмент предлагает расставить приоритеты для инновационных идей по трем временным рамкам, горизонтам. Какие это горизонты? Сейчас то, что организации нужно делать сегодня, например, внедрять инновации в свой основной бизнес. Ближайшее будущее. Здесь речь идет об инновациях, которые решают проблемы в зоне комфорта. Будущее. Здесь речь идет о фокусе на disruptive тенденциях, то есть тенденциях, которые вскоре могут коренным образом изменить рынок. Область применения этого фреймворка зависит от сферы деятельности вашей организации. В общем случае временные горизонты необходимо скорректировать, потому что, например, в технологических нишах время больше не является таким хорошим знаменателем, так как в картосходочной перспективе могут произойти те самые disruptive изменения, которые коренным образом меняют рынок. Следующий фреймворк. SWOT плюс S. Фреймворк SWOT не нуждается в представлении. Анализ сильных сторон, слабых сторон и так далее. В BC Designer мы проанализировали возможность использования SWOT непосредственно со стратегической карты. Мы назвали этот инструмент SWOT плюс стратегия. SWOT плюс S. Формулирование стратегии при помощи SWOT заключается в конвертировании и сопоставлении. Мы можем выдвинуть новую стратегическую гипотезу, конвертируя слабые стороны в сильные, конвертируя угрозы в возможности и, наконец, сопоставляя сильные стороны с возможностями. Опять же, в разделе с рекомендациями к этому уроку вы найдете ссылку на статью о этом видоизмененном фреймворке SWOT где мы детально разбираем, как можно совместить фреймворк SWOT со стратегической картой. Врио. Анализ врио помогает взглянуть на потенциал определенных ресурсов, необходимых для достижения устойчивого конкурентного преимущества. Эта диаграмма обобщает суть анализа врио. Мы анализируем различные ресурсы, шаг первый, потом мы проверяем, являются эти ресурсы ценными, редкими, сложными для имитации и организованными, то есть действительно они используются. если ответ на все четыре вопроса да, то у вас есть устойчивое конкурентное преимущество и вы можете сформулировать стратегию по его улучшению, по его поддержке. Если ответ на какой-то вопрос отрицательный, что как правило происходит, если вы не большая крупная компания, то стратегию можно сформулировать на основе изучения потенциала этого ресурса и в конечном итоге представить стратегию как стратегию превращения этого ресурса в устойчивое конкурентное преимущество, использование этого ресурса для создания устойчивого конкурентного преимущества. Какой ресурс вашей организации может стать устойчивым конкурентным преимуществом или может открыть путь к устойчивому конкурентному преимуществу? Что для этого может сделать ваша команда? Это те вопросы, которые помогут вам сформулировать стратегию с помощью Framework of Rio. 7S 7S это еще один Framework для формулирования стратегии. В этом случае стратегия анализируется с точки зрения 7 факторов. Каждый фактор в английском языке начинается с буквы S. Эти факторы делятся на жесткие S или твердые S это стратегия, структура, система и мягкие S это общие ценности, навыки, стиль и персонал. Следуя буквам S из этой схемы мы анализируем стратегическую гипотезу с разных точек зрения. Ну, например, если у вас есть какая-то идея, проанализируйте ее, помня о разных буквах S. Какие навыки вам нужны? навыки в английском skill одна из букв S. Какой стиль управления нужно применять? Какие ценности в английском shared values? Какие ценности подразумевает эта идея? Вразилия с рекомендациями я делюсь ссылкой на статью, где обсуждается использование 7S, 7S на практике. Анализ PESTEL и его разновидности относятся к анализу внешних факторов. Что это за факторы? Политические, экономические, социальные, технологические факторы, окружающие среды, юридические. Какие экономические и социальные тенденции могут повлиять на вашу организацию? Готовы ли вы к грядущим изменениям в законодательстве? Какие технологии изменят рынок? Ответы на эти вопросы помогут сформулировать стратегию для вашей организации. Ответы на эти вопросы помогут сформулировать стратегические гипотезы и добавить вашу существующую стратегию цели, связанные с внешними факторами. Опять же, в разделе с рекомендациями вы найдете пример использования анализа PASTEL для стратегического планирования. Анализ разрывов или в английском gap analysis. Анализ разрывов помогает найти стратегические гипотезы, сосредоточив внимание на различиях, на различиях между ожидаемыми и фактическими показателями. процесс этого анализа включает три этапа. Первый выявление разрывов, то есть понимание того, где сейчас находится организация и как ее фактическая производительность сравнивается с ожидаемой. Второе анализ причин. На первом этапе мы нашли разрыв, на этом шаге мы стараемся понять причины этого разрыва. И третий шаг разработка плана улучшения. Вот пример анализа разрывов в действии. Представьте, что в этом месяце у вас на 20% больше потенциальных клиентов, чем ожидалось. Да, это приятная новость, но это разрыв. Что-то неожиданное. В чем причина разрыва? Какие-то маркетинговые каналы сработали лучше, чем вы ожидали? Стоит ли добавить в маркетинговую стратегию какую-то новую стратегическую гипотезу, чтобы, например, больше исследовать этот канал? Вероятно, да. Самый простой пример анализа разрывов на практике. Анализ Парето. Я уверен, что вы слышали о правиле 80-20. в контексте формулирования стратегии анализ Парето может применяться для определения приоритетов стратегических гипотез. По сути, нам нужно сравнить гипотезы, анализируя с одной стороны ресурсы, необходимые, чтобы попробовать эту гипотезу, с другой стороны ожидаемые выгоды. Иными словами, анализ Парето предлагает вашей команде оценить потенциал затрат и выгод от идеи и сосредоточиться на наиболее перспективных из них. Анализ ограничений. Другой подход к формулированию стратегии предлагает анализ или теория ограничений. В этом случае, чтобы создать стратегическую гипотезу, мы смотрим на ограничения или узкие места бизнес-систем. В данном случае стратегическая гипотеза заключается в оценке воздействия этих ограничений на конечную эффективность систем. Ну и, собственно, предложение плана реагирования для работы с ограничениями с этими узкими местами. Фреймворки приоритизации стратегия это выбор. Это всегда выбор и выбор при условии ограниченных ресурсов. В то время, как ресурсы организации ограничены, количество стратегических гипотез ограничено только воображением вашей команды. хорошая стратегия работает как фильтр для новых идей. Какие фильтры у нас есть в стратегическом планировании? С балансированной системой показателей у нас есть три стратегические темы, которые в свою очередь похожи на общие стратегии по портер. Это самые простые фильтры для стратегии для стратегических идей. Также существует несколько популярных диаграмм, которые помогают расставлять приоритеты. Это матрица Эйзенхауэра, матрица стоимости сложности, модель КАНО, диаграмма сходства. Что можно сказать по поводу этих диаграмм расстановки приоритетов? Подобно SWOT-анализу в РИО фреймверку, PASTEL-анализу, они добавляют ценность на этапе формулирования стратегии. И в разделе рекомендаций для этого урока я поделился ссылкой на статью, в которой мы подробно обсуждаем перечисленные фреймверки и некоторые другие фреймверки приоритизации и то, как они могут нам помочь при формулировании стратегии. Практическое задание для этого урока. Мы обсудили, что такое хорошая стратегия. Мы поговорили об использовании различных фреймверков для формулирования стратегии. Это много информации для усвоения. Я предлагаю вам еще раз изучить сравнительную таблицу фреймверков и выбрать один или два, которые резонируют с вашими текущими бизнес-задачами. Попробуйте их вместе со своей командой и сформулируйте несколько стратегических гипотез. Мы будем использовать их на следующем этапе курса. формулируя эти гипотезы, не забывайте о компонентах хорошей стратегии. Анализ и его результаты, которые сформулированы как обоснование целей, подход к решению проблемы и возможные действия по реализации этого решения.